Добрый день, друзья! Сегодня мы сравним две топовые трехполоски. Это Defire, это 2850 и 2750 dB соответственно. Перед вами фотография этих двух моделей, стоящих рядом, для того, чтобы вы могли сравнить массогабаритные характеристики. Очевидно, что 2850 базируется на 8-дюймовом басовом динамике, имеет больше габарит, 2750 соответственно меньше. 2850 вышла позже, и она поэтому снабжена Bluetooth A5X версии 5, а модель 2750 имеет Bluetooth скромнее, 4.1 и без A5X. Тем не менее, обе эти модели от прототипов 2700 и 2800 соответственно отличают наличие импульсных блоков питания, выхода в носа в буфер и соответственно введение самого Bluetooth как такового. Причем в старшенькой модели, которая вышла позже, 2850 это A5X, а 2750 без A5X чуть скромнее, тут уже вам решает, нужно вам или нет. Я вам скажу, что вскоре появится еще какая-нибудь версия Bluetooth после HD, еще что-нибудь, и мы будем вместе все сожалеть о том, что она не встроена в эти системы. С другой стороны, нужен ли такой продвинутый интерфейс в колонках, ну, весьма скромного класса, посмотрите на их цену, а цена, надо сказать, радует за трех полоску. С современными усилителями от Texas Instrument, с активным делением, всего столько-то там, сколько-то там денег. Честно говоря, я не знаю сколько, но это не суть важно, тем более в разных странах, в разных местах, в разных продавцов они могут отличаться существенно. Наша задача сравнить сегодня возможности эти колонны и их звучание. Я позволю себе коротко напомнить параметры каждой системы, хотя в обзоре я рассматривал подробно каждую из них. Итак, R2750DB. От прототипа R2700 эта модель отличается наличием импульсного блока питания, Bluetooth версии 4.1, выхода на сабвуфер, абсолютно такой же схеме, с усилителями класса D, на каждый динамик своем напомню, то есть с активным делением, с активными фильтрами, которые реализованы на процессоре. Мощности распределены следующим образом, 40 Вт на басовый динамик, 14 на среднечастотный и 14 на твиттер. Частотный диапазон обещан от 45 Гц до 20 кГц, имеется набор входов аналог, оптика, коаксиал и блютуз, как я уже сказал. Динамик басовый 6,5 дюймов, 4 дюйма среднечастотный, 3,25 дюйма на твиттер. Модель 2850DB, основана на прототипе R2800. В отличие от прототипа, имеют уже импульсный блок питания и другие динамики басовый и твиттер. Среднечастотный динамик, хорошо себя зарекомендовавший в прототипе, здесь оставлен без изменений. Итак, система основана на триампинге, то есть усилителе на каждый динамик свой, активные фильтры на процессоре, блютуз 5.1 версии IPTX, 150 ватт общей мощности, динамики применены 3,25 дюйма твиттер, 4 дюйма мидвуфер и 8 дюймовый вуфер, то есть низкочастотный динамик. Также имеется выход на сабвуфер, так же как и в модели 2750 тоже имеется выход на сабвуфер, чем они собственно кардинально отличаются от своих прототипов тоже в том числе. Мощности распределены следующим образом, 45 ватт на басовый динамик, 16 на среднечастотный и 14 на твиттер, как и в предыдущей модели. На твиттер остальные динамики имеют питание побольше. Частотный диапазон заявлено 42 Гц до 20 кГц. Кстати, мы сейчас, я намерен вам показать кривую импедансию, по которым посмотрим настройки портов фазоинверторов этих систем, сделаем выводы по басовым способностям этих динамиков. Вес модели 23 кг, в отличие от 19,5, ну и габаритные размеры вы здесь видите, и здесь тоже можно увидеть габаритный размер. Вот такая спецификация на одну и другую акустическую систему. Они выполнены практически как копия друг друга, несколько увеличенная 2850, но тем не менее имеют характерные особенности, которые наверняка скажутся и в звучании. Наверняка на выбор системы повлияют массогабаритные характеристики. Далее перейдем к измерениям и прослушиванию этих систем. Для понимания настройки этих двух систем, для сравнения их по глубине звучания, я предлагаю сравнить кривые импедансы, как я-то обычно делаю. Вот перед вами кривая импеданса 2750, вот 2850. А вот, кстати, я на всякий случай вытянул кривую импеданса 2800, прототипа 2850, для того, чтобы понять, отличаются ли эти две модели по работе басовых динамиков. Ну-ка, давайте сравним эти две системы пока. Вот такая вот ситуация. То есть динамики, очевидно, другие, но при этом настройка абсолютно совпадает. Ну, это были, наверное, две новые системы, нельзя сказать, что одна из них была размята, поэтому не будем об этом. Короче говоря, 2850 будем считать полным прототипом, соответственно, переемника 2850, которую сейчас мы и сравним с более маленькой моделью, более убористой моделью 2750, для того, чтобы понять, насколько глубже играет 2850. То есть, купив колонки большего размера, соответственно, еще и дороже ко всему прочему, вы получите значительно более глубокую настройку порта фазоинвертора и вообще резонатора этой системы. То есть, больше площади динамик, большую массу воздуха он качает, еще и глубже качает при этом. То есть, если 2750 настройку порта можно было бы оценить около 50 Гц, то 2850 это около 40 Гц, что, в общем, составляет довольно значительную, заметную разницу. И можно утверждать, даже не слушая эти системы, что большая звучит глубже. Ну, предположительно, она должна звучать еще и громче. Но это можно установить только опытным путем, потому что не все золото, что блестит. Ну, забегая вперед, скажу, что так оно, в общем-то, и есть. Не буду вас мучить. Ну, конечно, основным критерием качества является звучание каждой системы, так как они по формату явно различаются, по формату басового динамика, в частности, и немного по разделу полос, то и звучать, то и в звучании отличие будет тоже наверняка. Поэтому я сейчас прогоню свой обычный набор треков на этих системах с тем, чтобы дать вам отдаленное представление о звучании этих систем, хотя характерность, ну, например, звучание басовых динамиков разных калибров или раздел полос разных, вы должны будете услышать. И сделать свои выводы, какая из этих двух систем вам показалась более интересной. Засим и молка, всех благ, всего доброго, до следующих обзоров, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»